Так, я вижу, кажется, Владимир первый раз на занятии ЛАЭС. Да? Что ж, я, как видите, скинул в чат ссылку одну. В ней как раз рассказывается, как установить программы, которые нам понадобятся для работы. Также на канале Школы свободных наук сейчас я найду его и отправлю вам ссылку на записи занятий и рекомендую вам пересмотреть предыдущие занятия, чтобы примерно понимать, что да как. Давайте нам пока Павлик напомнит, что мы делали на прошлом занятии. Окей, сейчас покажу демонстрацию, только у меня она запрещена. Ну давай. Окей, сейчас включаю. Ну и сейчас, подожди, я кое-что скажу. Так, ребят, все, отправил ссылку на плейлист предыдущих занятий. Вот, пересмотрите. Не можно показывать? Да? Вот, что мы делали. Получается, эта игра, этот лабиринт еще вот так усложнил. Но я бы хотел сделать, чтобы тут было два поля отступления. Вот все ходы. Замечательно. Значит, мы на прошлом занятии сделали лабиринт. А что, если мы столкнемся со стенкой? Ага, мы возвращаемся на старт, на исходную. Замечательно. Так, Давид, я вижу, ты подняла руку. Что? А может, я скину код, весь код в чат? Да, конечно. В чат по питону, да? Да, я на прошлой руке был. Ну, я был первый раз. Я все видео пересмотрел, только кроме последних двух. Так что, хочу написать код на этом занятии. Ага, понял. Так, сейчас скину. Можешь его к себе скопировать и уже там делать так. Вот так. Экран мы видно, да? Так, скажите, вот этот вот. Да. Можно сделать карту, кстати, чтобы квадратики вот эти были еще мельче. И можно более такой интересный и более такой мелкий лабиринт сделать. Ну, как мелкий. А можете скинуть ее в Zoom? А, в Zoom. Боже мой, что такое? Я пока не там разговариваю, поделаю ходы. Я пока разговариваю, поделаю ходы. Давай. Сейчас, подожди. Он не хочет прямо усиленно копировать. Так вот все дело. Это очень, конечно, печально. А что, в чем дело-то? Вот это фокус. Так, сейчас я переоткрою пайчарм, чтобы он меня вообще с компуктером сегодня. Так, Давид, еще вопрос? Нет, забыла проспектировать. Хорошо. Надеюсь, копировал. Так, вставляет. В Zoom почему-то не вставляет у меня. Так, 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 давай я скину лучше файл с этим всем делом. А то мы так до вечера провозимся и не поймем, в чем дело. Скориги. Main. Все. Отправил сам файл. Откроешь его там просто себе в проект добавь, либо переименуй его не main.p, а main.txt. И уже там из текстового документа там смотри. Ну, я думаю, разберешься. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас вот, ну, у меня конкретно есть вот такая вот штука. Давайте я сделаю карту, что ли, по-другому, поинтереснее. Так, сначала просто пустую ее сделаю. И давайте я сделаю ее размер квадратиков немножко, так сказать, помельче. Так, Павлик, слушаю тебя. А вот обязательно делать там размер квадратиков поменьше? Ну, не поменьше, а именно сами квадратики, они будут помельче. Смотри, вот если я тайл сейчас поменяю на 25, то есть еще в два раза уменьшу, и запущу свою программу, то вот квадраты, они будут еще вот мельче, получается. И тем самым я могу более такие вот мелкие детали рисовать. Это как более маленькие блоки в Майнкрафте, например. А, ну тогда будет сложнее проходить. Ну, карта не меньше будет, мы просто, мы ее сейчас увеличим. Ну да, подожди, я сейчас сделаю, тогда 25. У нас просто уже теперь вот так вот 4 единички, то есть такой вот блок, он уже будет вот как раньше. Вот так. Но тем самым мы можем более интересные формы делать. То ли, то есть разрешение у нас будет получше. А у меня еще у меня есть второй вопрос. А можно сделать, чтобы разные блоки были разного цвета? Разные блоки разного цвета? Думаю, да, конечно. Тогда можно будет делать всякие-таки Майнкрафты, всякие рисунки, если что-нибудь такое. Да, можно. Но нужно будет делать либо другое множество, отдельное вот это вот, вот это вот сет для разных цветов блоков. Вот. И тут их просто добавлять и вот здесь отрисовывать там такие-то блоки, такие-то и такие-то. Мы можем это сделать, ну, чтобы там два цвета блоков было. Вот, а можем не делать. Ну, я бы хотела сделать. А еще можно... А мы... Ну, да, окей. 25 писать, и дальше что? 25, как видите, у нас карта уменьшилась. Нам нужно еще добавить, получается, вот столько единичек вот здесь. То есть в два раза нам теперь нужно расширить и удлинить карту. Сейчас я проверю. Да. То есть в половину еще увеличу. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать строчек. И еще двенадцать нужно добавить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давайте посмотрим, что получилось. Да, как раз оно самое. И теперь... Так, Давид, слушаю тебя. А можно как-то сделать такое, чтобы квадратик мог съехать, и на ней бы камера следила, что он заехал куда-то за поле, потому что мы его не видим. То есть ты хочешь, чтобы камера как будто за игроком следовала? Да, что не так, что он заехал куда-то, а его уже не видно. Смотри, только вот в чем проблема. В пайгейме нельзя сделать, чтобы камера ехала, но мы можем сделать так, чтобы у нас игрок не шевелился, а карта ездила, получается, по игроку. То есть карта именно передвигалась. Но из-за этого создастся ощущение, что игрок по карте ходит, и за ним ходит камера. Вот. Это можно сделать. Нам нужно просто вот будет указывать смещение. Давайте, кстати, сейчас так и сделаем. Ничего особо сильно нам не придется, к счастью. Просто, 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 просто. Просто нам нужно будет добавить еще две переменные. Это x и y. Так, сейчас, сейчас это думаем. Можно вопросы и кое-что? Пожалуйста, первое, будь помедленнее, и получается сколько? И покажи, пожалуйста, карту. Карта у меня сейчас просто пустая. Ну да, да, скинь ее, пожалуйста. Сейчас я ее сделаю. А, и вот так надо. Это понятно. И сколько строчек? И 12 строчек? Так, 24 получается. Вау. Так, сейчас. Да, 24 строчки. Так. А вот первая строчка, которая в скобочках считается, самая первая? Самая первая? Ну вот это вот. Ну да. Не так-то все в скобочках. Просто эту я скобочку немножко вынес. Она, да, тоже считается раз, два, три, четыре, пять, шесть у меня сейчас строчек. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать, раз, два, три, четыре. Все, 24 строчки. Теперь у меня карта занимает вот все вот это пространство. Так, Давид, у тебя вопрос? Ширина у нас равняется сорока символам, а высота у нас является 24, то есть 40 на 24 символа у нас получается. Сейчас мне нужно просто придумать, как нам максимально этот малой кровью обойтись, чтобы сделать все вот эти вещи. Так, сейчас подождите, ребят, я поэкспериментирую чуть-чуть. Так, так вот. Так, так вот. сейчас подожди извини забыл карту скинуть так так текст на скидываю ты в чате по питону есть павлик а замечательно тогда сейчас это туда скину заодно скопировать будет удобно все и так далее вот так так как это как они тони 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 то просто нам нужно еще сделать так чтобы мы сохранили там появление игрока чтобы мы ноликом то что указываем это сейчас нужно вот прям конкретно задуматься как же это нам сделать неплэйр пост так как-то так мне кажется у меня получилось вообще сейчас подожди это пока не надо писать я тут просто сейчас немножко попробую кое-что потому что нужно не подумать как это сделать плюс равно одну идейку у меня давай можно знаете сделать чтобы эти были красные цветы и мелкими такой квадратик такой же как игрок это что второй игрок это онлайн играть а что данные а можно показать то что я хочу сделать но там придется онлайн делать сейчас подожди 5 сек кое-что я сделала и покажешь и 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 так что ж давай я как раз придумал давай показывай сейчас подожди тут на вопросы ребятам отвечу так давид давай ты первый чё-чё у тебя ошибка там ну тогда показываю ваша прошлая карта как у меня карта предыдущих смотри а ты убрал то эту карту которая с крестиком пролистали чуть-чуть почему там с крестиком карта у тебя а папа папа так а закрой покажи немножко сверни пожалуйста консоль во пожалуй спасибо вот так давай ниже а в чем дело у тебя там сверху еще чё-то смотри оставь только то что выше пролистай прям самый верх да смотри вот это вот верхнюю часть вот и вот всю вот эту верхнюю часть от нулевой строчки ну то есть от первой строчки до 81 до 80 выдели и удали да 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 вот и сейчас перейди в начало второй строчки и нажми и нажми бэкспейс вот все замечательно вот все замечательно классно все только тебе теперь тайл нужно поменять на 25 у тебя там 50 стоит а он находится выше карты да на 25 так и давай решим проблему у саши что у тебя со я не понимаю вот когда мы меняли карту удваивали количество точек надо двое те количество числа единичек на первое и последний смотри давайте расскажу немножко как она работает смотри единичка это там где у нас стоит квадратик если мы уберем единичку там будет пустота точки это просто в качестве заполнителя можно поставить место точек что угодно и имеется ввиду что где нет единичек там будет пустота точки это просто так вот заполнитель нужно просто удвоить количество вот этих вот строчек вот и как раз таки вот длину строк вот ну то есть там все удвоить нужно поскольку мы изменили вот это число уменьшили то я это с английского плитка и то есть мы размер вот этих квадратиков уменьшили в два раза и поэтому нам их понадобилось больше в два раза приветствую тебя код как дела кирилл только со школы пришел ну круто 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 все все уроки ничего делать все сидели играли в телефонах а я не могу у меня он разрядился вот это обидно да прям прям аж обидно стало так давайте вообще мне честно говоря нравится когда вот просто мы сейчас вот передвигаемся за границу карты мы никак выйти не можем поскольку мы когда касаемся границы карты или вот квадратик вот тут вот это вот то что мы карту нарисовали мы телепортируемся обратно на исходную вот поэтому давайте сделаем наш лабиринт но давайте на всякий я вам покажу как это сделать а по сути нам нужно просто будет смещать грубо говоря вот эту всю катаваще вот эту всю радость по иксу и игреку но поскольку у нас тут еще стоит рек нужно там попробовать несколько вариантов и ну на это сейчас время но не хочется тратить и если вам интересно будет давайте сделаем это на следующем занятии минут другой вариант этого всего развития действия вот либо сейчас попробую что-нибудь сделать что хотите вот все-таки все хотят чтобы у нас камера двигалась за игроком я не знаю я хочу чтобы все таки чтобы там перешел на следующий уровень и там камера там следующем уровне я это хочу сделать и тогда мне кажется кто хочет чтобы камера ходила за игроком я тоже хочу потому что тогда будет выглядеть как такая игра ну знаете какие-то игры как как это танчики какие-нибудь ну то что я покажу не пила да понял так давайте-ка тогда сделаем следующее создадим переменную x и y и изначально они у нас будут равны нулю ну оба оба нуля вот и и и и и то есть по сути у нас будет двигаться карта но будет двигаться как если мы нажмем клавишу наверх то карта у нас будет двигаться вниз и создаст ощущение что двигается сам игрок и поэтому я сейчас убираю вот эти вот все плеер плеер и просто оставляю вот эти вот x и и y так и давайте сделаю более читабельным это все дело x равно 0 y равно 0 и давайте еще сделаем global x и y то есть мы сделаем их глобальными чтобы мы их могли во всех функциях использовать получать и так далее то есть они у нас глобальные вот и давайте теперь мы поменяем плюсы на минусы а минусы на плюсы то есть изменим все и должно получиться у нас следующее так должно если наверх то мы прибавляем к игреку если вниз то мы отнимаем у игрека если вправо то отнимаем у икса если влево то прибавляем к иксу так нужно изменить вот тут вот приступайте пожалуйста получается я я уже удалил там все плеер и что надо надо этим написать global это да да global x и y вот в общем должен у код получиться как у меня тут x и y тут x и y и тут x и y и еще плюсики поменять на минусы и минус на плюс ну то есть обратите внимание вот на эти вещи сейчас то что я хочу когда мы запрограммируем можно да точно давай давайте я скину функцию в чат получается вот смотрите вот тут вводим ник какой-нибудь короче смотрите вот магазин вот сейчас смотрите надо тут добыть нам же 100 железа для железной кирки короче всякая прокачка а кирками еще тут драться можно можно устанавливать всякие базы вот магазин подачи генераторы продавцы защита броня ну хорошо я тебя понял ну конечно занятиях мы такого результата конечно не добьемся ну в общем я тебя понял давай прекращаю твою трансляцию но тут еще профессионалы ну это понятно везде там свои есть профессионал так павлик на этом все у себя ну и еще можно запрограммировать кое-что наподобие этого но это мне просто будет легче запрограммировать потому что тут это не потому что без всяких стрелочек там как сейчас покажу ну да я тебя понял это такие наподобие так если у тебя все опускаю ручку так следующий тогда давид давай проверим ну вообще так то нет вот у нас только игрок не будет двигаться нужно будет еще кое-что кое-где поменять и я думаю уже в принципе можно будет так так саша ой нет я там не понял что надо удалить что надо удалить смотри я скину давай давай сейчас объясню вот так смотри нужно поменять play там player вот нужно короче сделать сейчас как у меня убрать а плееры и точки вот оставить только в игре и иксы я понял и плюсы поменять на минусы а минусы поменять на плюсы это сделал вот тут создал две переменные замечательно все изменили вот этот кусочек да замечательно а теперь двигаемся сюда вот там где вал равно по и геймеры да давай так ребята я сейчас минутку я вернулся да хорошо давай убери точки и еще сверху напиши глобал x и y глобал просто за не нужно ну договорись с ним так и x запятая y x запятая пробел y так у кого то еще проблем у меня давай давид не двигается не двигается не переживай сейчас будет все двигаться просто нужно еще кое-что сделать так давид слушать и программа перезапустил программу перезапустил я тут добавляю 20 плохо тебя слышно плохо тебя слышно нет ну думаю да просто я лично сейчас делал под свое под разрешение ну я обычно просто это окно делаю под свое разрешение экрана ну как мне удобно вот просто у всех у всех там по разному конечно бывают вот эти вот все экраны но обычно размер окна там 1000 на 600 делаю вроде бы у всех там нормально оно попадает и как раз под этот размер окна там я карту и делал берал набирал набирал так и щелкало Что ж, теперь сделаем так, чтобы это было видно. Ну, во избежание всяких конфликтов, давайте изменим вот эти вот штуки, просто их как-нибудь переименуем, допустим, m нижнее подчеркивание x и m нижнее подчеркивание y, m от слова map. Вот, и везде как раз-таки сейчас меняем на m нижнее подчеркивание x или y, ну, в зависимости от того, что у нас где стоит. А, ну, только в одном месте нам это нужно поменять. Вот тут вот, вот так вот. Приступайте. А не надо менять там, где сверху, if, k, p, game, x, y. С подчеркиванием. Нет, не надо. Это вот именно внутри цикла. Так, Павлик. У меня красные. Ой, что-то я неудивлен. Давай, показывай. Копки, наверное, что-нибудь такое. Да, наверное. Так, у тебя там почему-то лишний пробел где-то, нет? А, о, спасибо. И теперь поменяй там, где rect. Вот эти вот x и y поменяй на m, x и m, y. Вот как у меня вот тут. m, x, m, y, x. Я хотела все время спросить, а можно стрелочки поменять? Да, можно. Очень просто. Берешь и пишешь. И вместо up, например, v. Просто вот. Именно на какую, на какие буквы хочешь поменять. Это так работает? Да, это так работает. Там обычно up – это v, down – это... Это c? Down – да, это s. Ну, у меня... Можно сказать? Да, давай. У меня там почему-то до сих пор квадратик не двигается. И можно мы когда-нибудь в следующий раз или когда-нибудь запрограммируем такую игру? Которую ты показал? Ну да, которая первая. Ну, это, честно говоря, довольно-таки сложно будет сделать. Тем более в питоне, где все нужно будет ручками писать. Ну, даже я пока такое не пробовал писать. Да, даже неизвестно, как они это делали. Ну, на питоне-то можно это сделать. Вот, просто... А, кстати, можно сделать, чтобы плеер был, например, какая-нибудь такая голова Стима? Да, можно просто картинку накладывать. То есть, вместо отрисовки игрока, картинку просто накладывать на него. Где вот эта игрока штука? Смотри. Нужно будет просто брать и писать screen.bleed. И дальше писать картинку. Там вот, как вот тут, имидж лоуд. Какую мы подгрузили. И где. Нужно будет писать player.x, player.y. Получается, можно я у тебя... Ты мне покажешь, как это сделать. Просто я вопрос там тоже. Получается, можно я покажу демонстрацию? Подожди, давай я тебе объясню. Смотри, вот, допустим, будет у нас картинка. Оно равно pygame.image.loat. И ты берешь и указываешь картинку, которая у тебя находится в папке с игрой. Допустим, steve.jpg или png. Она должна быть определенного там размера. Ну, 50 на 50 где-то так. Дальше здесь, ну, конечно, без вот этих вот решеток пишешь. Пишешь screen.blit. В скобочках указываешь именно переменную. И дальше указываешь позицию в скобочках. Это player.x и player.y. То есть image это как раз-таки картинка, которую ты подгрузил. Там steve.jpg. Вот, и здесь ты ее просто пишешь. Screen.blit.image и позицию. Это как раз x и y. Давай я как раз сделаю так. Я не очень понимаю. Ну, как раз давай сделаем. Стив. 50. 50. 50. 50. 50. Ну, что такое? Ну, она только 1500 на 1500. Ну, давай размер ее сейчас прям тут сохранить. Картинку как? Сохраню ее в папку с моей страшной игрой. Вот сюда вот так вот. Пожалуй, ну, сейчас я изменю у нее размер. Скорее. 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 Вот открою с помощью... Открою с помощью... Открою с помощью... Открою с помощью Paint. Изменить размер. Пиксели. Меняю на 50 на 50. Вот так вот. Сохранить. Что ж, картинка у меня появилась. Она вот 50 на 50 пикселей как раз. Вот. И что ж, как раз я давай еще ее и переименую. Так, переход. Мы ваш экран не видим. Опа. Да, мы ваш экран не видим. Скажу, мне сразу не сказали. А, вот Саша мне написал. Так. Вот у меня есть картинка. Она у меня как раз 50 на 50 пикселей. Ну, то есть как игро. Вот она. Вот такая вот. Она называется у меня Steve JPEG. Что ж, я следующее пишу image. Ну, или Steve. Равно как раз-таки pygame. ImageSlot. Steve.JPEG. Следующее. Вот здесь вот я пишу. Screen. Blit. Steve. PlayerX и PlayerY. Нет, давайте запущу программу. И тут, нет, я вот эту строчку перемещу в Draw вместо вот этой вот. Вот так вот. Все, теперь это стих. Получается, можно, ну, получается, что, где и как пишем. Получается, загружаем изображение, да? Да, скачиваем изображение. Главное разрешение 50 на 50 пикселей. Ну, как у нас игрок. Если что, его можно поменять в Paint. Там очень легко. Нужно просто нажать «Изменить размер», выбрать пиксели и как раз-таки сделать 50 на 50. Да, или нарисовать. Да, либо нарисовать. Подгружаем его при помощи, ну, Steve. Равно pygame.image.load. Как раз-таки вот главное, чтобы находилась в одной папке с игрой. И дальше при помощи метода blit размещаем на экране. То есть Surface Blit. Дальше само изображение, то есть как мы подгружали. Вот. И позицию. И у нас получается вот такая штука. Так, ребят, у нас мало времени. Нам нужно немножко ускориться. Как видите, в этом for нам теперь нужно сделать следующее. mx плюс x. m y плюс y. Вот. И теперь нам нужно удалить вот эти вот два плеера. Оставить только x и y. И плеерпост поменять на 0 и 0. И еще нам нужно так же написать global x и y. Павлик, слушаю тебя. Да, ну, пожалуйста, подожди. Да, конечно. Так, получается, а как тут? Да, а можно просто ее как-нибудь там взять, например, 250 на 512 на 512? Можно, но смотри, у тебя что произойдет. У тебя будет настолько большая картинка, она будет у тебя там почти на весь экран. Но она очень сильно много будет занимать. Смотри, как изменить размер в Paint. Просто берешь картинку, например, вот эту вот, и открываешь ее в Paint. То есть открыть с помощью Paint. Вот, допустим, вот такая вот у меня там большая картинка. Я в Paint тут нажимаю изменить размер, нажимаю пиксели и как раз-таки пишу 50. А, ну у меня есть в приложении. Нажимаю ОК, и теперь вот у меня 50 на 50. Она очень сильно сшикалилась, но бывает. Давайте-ка я попробую сейчас запустить приложение и посмотрю, что у меня получилось. Опа, теперь у меня все работает. Теперь я карта, по сути, двигается по мне, но такое ощущение, что камера следует за игроком. Вот такая вот интересная штука. Ну, в общем, вот весело так. А на самом деле это камера, на самом деле это карта двигается. Вот такая вот интересная вещь. Так, вам осталось дописать вот эти вещи. Павлик, смотри, напомни мне завтра, чтобы я тебе скинул именно вот саму программу, ну файл, который завтра напишу тебе, именно с тем, как размещать картинки на экране, там какие-то координаты на игроков с комментариями. Завтра мне напомни, пожалуйста, там в личку мне напиши, либо в чат, ну просто там через собачку меня отметь, чтобы я увидел. Хорошо? Для размещения как раз-таки картинок, чтобы картинки отрисовывать. Как вот сделать так, чтобы там голову Стива тут нарисовали, чтобы, ну, голову Стива там была. Картинка, то есть, чтобы рисовалась у нас. Это размер. Подожди, а потом что делать, когда я вот уменьшил 50 и 50? Закидывай ее в папку с игрой. В пейнте сохранять и скидывать в папку с игрой, да? Да. А, понятно. Вот, и дальше как раз-таки вот пишешь вот эту строчку и пишешь screen.blit. Сейчас я умрулся. Ой, мне еще надо тогда найти, где у меня игра хранится. Вот, и вот эту строчку. А может, я просто у тебя там перепишу? Вот так. Извините. Да, конечно, можешь. Я в чат тем более скинул. Вот, ну, если вдруг тебе именно понадобится или что-то не поймешь, могу скинуть, в принципе. Проблем нет. Просто сейчас я ухожу уже на другое занятие. Ну, как, сейчас, через час у меня оно будет поесть. Надо еще просто. А, ну, вот так. Но мне игрок еще не ходит. Не ходит. Ну, ты, то есть, делал тут вот, как у меня, mx плюс x, и тут изменил вот так. Так, а это где? Вот здесь вот. 78. Ну, в общем, где цикл for? mx, my. Тут вот у нас вау равно по гейм. Вот этот mx плюс x, my плюс y. Да, Полин. Четырре минуты, да. Ой-я-я-я. Я заботался. Так, пойду м-м-м-м-м-м-м, рект. Рект. Меняй там, это почему-то, маленький, мне-то я не то. Так, рект. Меняй, чтобы было так же, как у меня. Да, ну, пожалуйста, тогда в кем. А, не эк, у меня там м-н. А, ну да. А, ну да. а если я не ошибаюсь сейчас мне кажется начать его уже возможно копировать хотя не видимо надо что-то разрешать просто мне кажется он по-дурацки как-то работает не ну я там просто с другом разговаривал позвонок там возможно было стопировать так и чё-чё-чё пожалуйста убери выделение спасибо так ребят у нас две минутки если нужен будет код пишите там в личку или в этот чат капитона я скину вопрос есть ребят да лучше пожалуй да лучше покажи где делать новый проект файл новый файл новый файл как делать новый файл нет просто по вот этому проекту по какой-нибудь папке тыкаешь но лучше по верхней либо если у тебя там отдельная папка есть например как у меня можешь получать и кликнуть по вот этой папочки верхней самый new и python файл нажимаешь пишешь название файла и нажимаешь enter у тебя создается новый файл так я просто хотел чтобы ты просто я создал новый файл чтобы его можно было скопировать хитрый какой ну ладно так можно в принципе создавать проекты когда называется не создавать проекты нужно копировать проекты так плюс м и ё но я таким способом это пользуюсь когда вас совсем что-то стива я отправил тоже в чат о спасибо 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 стива то есть за стива то есть так сейчас спасибо за короля так ребят я я думаю буду уже завершать занятия ну спасибо за просмотр Продолжение следует...